Путь Лукашенко. Анализ событий. Статья на Восход.Инфо за 10 августа 2020 года. Сергей Лебедев, Ник Лохматый. Сомнений не было, что победит Лукашенко. Честная ли победа? Это уже не вопрос после ареста в основных конкурентов, когда единственный противник, непонятная тетка без четкой позиции программы действий. Да и явка почти в 80% в августе заставляет улыбаться и громадный перевес голосов в пользу Лукашенко тоже вызывает улыбку. Но не в этом дело. Считаю, что даже при всех честных вариантах Лукашенко все равно победил бы. Может с малым перевесом, но победил бы. Однако справедливая боязнь того, что противник будет мутить, заставляет идти на определенные шаги. А противник не то, что будет мутить. Противник мутит. И мутит как всегда максимально. Сегодня многие будут писать, что Лукашенко уже сбежал и все поголовно граждане вышли против него. Чтобы не попасться на все эти брехни в раке, стоит читать официальное и федеральное значение СМИ. Большинство телеграм-каналов, освещающих белорусский сюжет и только его, работают против Лукашенко. Они забивают все инфопространство провоцирующими видео и фото. Основной распространитель брехни, вранья, Некста. Ресурс работает из дружеской Польши. Зарегистрирован на некого Степана Путила, которому 22 года. На его канале размещают призывы и инструкции по организации беспорядков, а также пояснения, как работать стримером, что и когда снимать. Лично я не верю, что такую работу проворачивает парень 22 лет от роду. Причем, зная некоторые аккаунты украинских цепсошников, вижу, как идет массированная поддержка со стороны дружественной Украины. То, что протесты будут, знали еще месяц назад. Как было понимание, что будут и столкновения с полицией. Скоро покажут избитых они же детей. Все по сценарию. К сожалению, если власти не задавят это все в зародыше, будет хуже, чем на Украине. В Белоруссии более 2000 человек, которые прошли боевое крещение на Донбассе, воюя в карательных отрядах украинских нацистов. Не меньше там и тех, кто воевал за Новороссию. Это взрывоопасная смесь. Майдануты откроют огонь по ментам. Ситуацию будут провоцировать максимально. И что делать? С одной стороны, явные любители Запада. С другой, хитрозады Лукашенко, которому мало два стула. Хочется зато растянуть еще на парочку. Да вот проблема в физиологии. Зад может треснуть. И тогда будет гораздо хуже, чем на Украине. Мы на Украине думали, что окры в вышиванках просто клоуны. А оказалось не совсем так. В Белоруссии таких наивных послеукраинских событий нет. Так что делать белорусам? А то же самое, что мы делали на Украине, только с большим успехом, учитывая наши ошибки. Бороться за государственность. Мы не за Януковича боролись, а за государственность. Вот и вам предстоит за государственность бороться, а не за Лукашенко. И ему просто повезло, что адекватная часть белорусов против его врагов. Что мы имеем на данный момент? Белоруссия. Результаты выборов. Лукашенко 79,7%. Тихановская 6,8%. Результаты оппозиционных неофициальных экзит-полов. Лукашенко 15,7%. Тихановская 71,1%. Председатель КНР Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах. Президент Казахстана Такаев также поздравил Лукашенко с победой на выборах. И Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах. В принципе, этого Лукашенко достаточно. Мнение всяких партнеров должно мало интересовать президента Беларуси. Особенно если учитывать факт того, что эти самые партнеры не могут у себя в стране порядок навести. И там бутуют то одни, то другие. А по дороге мародерствуют, убивают все подряд. Сейчас начнут строить конспирологические версии на тему того, что товарищ Си поздравил Лукашенко первым. Очнитесь. Мы живем на шарообразной планете, которая вращается вокруг своей оси. Потому во всех частях планеты абсолютно разное время. В Китае на 5 часов раньше солнце встает, чем в России. Раньше мог поздравить только Ким Чен Ин. Японцы тоже могли бы, но сомневаюсь. Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии. Граждане Белоруссии, недовольные результатами выборов, начали устанавливать палатки у посольства в Варшаве. Глава Евросовета на фоне протестов призвал власти Белоруссии соблюдать гражданские права и свободы. Выборы в Белоруссии не соответствуют демократическим стандартам. Это неприемлемо. Это Кабмин ФРГ, глава МИД Литвы считает, что президентские выборы в Белоруссии не были честными. То есть, скорее всего, все пойдет по сценарию Венесуэлы. Одни признают Лукашенко, другие не признают Лукашенко. Кто признает, мы уже видим. А то, что у поляков истерика, мы тоже видим. ЕС и США могут не признать выборы в Белоруссии легитимными. Но не все так просто. Был бы сейчас 2014 год, конечно, они выступили бы одной командой. Но сейчас не все так однозначно. Газопровод Ямал-Европа, нефтепровод-дружба – это очень важный экономический элемент для стран Европы. Особенно в преддверии закрытия украинского транзита. Парламент ЕС может не признавать накладывать санкции и бороться с Лукашенко. Но правительства ведущих европейских стран не станут для удовлетворения экономических амбиций заокеанских пар тенюров грубить свою экономику. Это уже четко показали во время спора о Северном потоке-2. Мало того, это может стать той соломинкой, которая сломает хребет европейскому верблюду. Богатая Центральная Европа уже подустала тянуть на себе нищий юг. И уж точно не имеет желания оплачивать ленивый, вороватый нищий восток. Да, восточные страны – это буфер с Россией. Но этот буфер был интересен в военном плане до появления баллистических ракет. А после демонстрации возможностей России в Сирии, даже самым отъявленным русофобам должно быть понятно, что буфера уже нет. Конечно, не обошлось без Украины. Депутаты Верховной Рады Украины призвали Минск проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения права на мирный протест. Межфракционное объединение за демократическую Беларусь в Верховной Раде призвало парламент Украины не признавать результаты выборов в Белоруссии. Самое опасное сейчас – это те белорусские силовики, которые осознанно играют против России. Кто бы то ни был замешан в аресте русских парней, а арестовывали их КГБ Белоруссии. Держат под стражей, их тоже не в СБУ. Да и сведения Лукашенко получает от них. Именно силовики могут устроить самую большую провокацию, после которой государство полетит в пучину гражданской войны. Самого Лукашенко не оправдываю ни в какой степени. Если его обманули и подставили, то нормальный, взрослый, уверенный в себе человек вышел бы и сказал «Подставили, я повелся, искренне прошу прощения». Ничего такого я от него не услышал. Хотя умение признавать свои ошибки – основа для нормального и справедливого человека. Самый правильный вариант для Лукашенко был бы такой – максимум через год обратиться к народу и сказал «Я устал, я мухожук». А вместо себя оставить белорусского Путина. В Беларуси, как, впрочем, и в любой стране, есть честные и достойные люди. Найти такого не проблема. Проблема – умерить свою жадность и любовь к власти. Сделать достойный шаг, который нивелирует самую большую ошибку столетия – раскол единого русского народа, народоносителя русской цивилизации. Предпоследнее. Фильтруйте информацию. Противник будет врать. Некоторые неразумные будут подхватывать вранье и распространять. Информационная война способна свести с ума, особенно если перед этим общество раззадорили. Все эти сказки про самолет, который стоит и дырчит в ожидании бегущего с чемоданами Лукашенко – это брехня. Вранье. Все рассказы про общенациональную забастовку – откровенная ложь. Что знаем официально. Тихановская кричит, что победила она. И все в этом роде. Из украинских политиков Лукашенко поздравили Олег Лешко и Виктор Медведчук. Брюссельский аналитик Гельберт Доктороу считает, что санкций против Лукашенко не будет. Причина официальная противостояния Лукашенко и России. Реальная. Я написал выше об этом. Раскол Запада. По сведениям из закрытых источников, основные команды майданищем и руководство самим протестом идут из Чехии, Польши и Литвы. Считать, что Майдан уже подавлен – рано. Но пока все делается правильно, в том числе и отключение интернета. Последнее. Некоторые российские блогеры, аналитики и так далее разразились гневными речами в сторону Лукашенко. Я тоже не поддерживаю его действия, о чем писал и не раз еще напишу. Но призывать выходить против легитимной власти – это может тот, кто сидит в уютной квартире, а его жизнь и жизнь его близких гарантированно защищает силовая структура государства. Так вот, призывая протестовать, первым делом ты призываешь выходить против силовиков, которые защищают тебя. Ты хочешь справедливости? Так на Украине ее тоже хотели. Но справедливость достигается и другими методами. Для этого не обязательно развалить государство, даже если его руководитель Некий Янукович – шапкократ и коррупционер. Из личного опыта скажу – лучше шапкократ или картофельный князь, чем полуумные фашисты гражданская война. Сергей Лебедев, Ник Лохматый, с уважением к немайданищим гражданам Белоруссии. Присоединяюсь. Путь Лукашенко. Анализ событий.